Военно-политический обозреватель из группы информационное сопротивление Александр Коваленко присоединяется к нашему эфиру. Александр, приветствуем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр, посмотрели про одну из последних украинских разработок или разработок украинских инженеров. Скажите, пожалуйста, что на данном этапе Украина может позволить себе производить непосредственно здесь, на территории Украины, или же производство чего уже налажено благодаря нашим союзникам? Если мы говорим непосредственно о данных дронах сухопутного типа, предназначенных для огневой поддержки, эвакуации раненых, то данные разработки ведутся с 2014 года. У нас было большое количество подобного рода именно проектов. При этом проекты, которые имели даже куда большую огневую мощь и интересный потенциал уже в процессе испытаний, доказанной за годы испытаний. Но серийно, к сожалению, они не были запущены, увы. И на сегодняшний день их присутствие в зоне боевых действий не так велико, как того хотелось бы. Что же до перспектив развития подобного серийного производства, то опять-таки все упирается в главный вопрос. Главный вопрос, в каком сейчас находится состояние военно-промышленный комплекс Украины, после того, как по объектам ВПК довольно-таки часто регулярно наносились ракетные удары, и не только ракетные удары российских оккупантов. Разумеется, ответа на этот вопрос мы не узнаем до тех пор, пока не закончится война. Поэтому полноценно говорить о том, какие у нас возможности и перспективы производства той или иной номенклатуры, вооружений, техники, боеприпасов, снарядов, прочего оборудования, ну, мягко говоря, очень даже сложно. Только лишь после войны мы сможем, оценив уже полноценно весь тот ущерб, который был нанесен, говорить о каких-либо перспективах. Командующий воздушными силами вооруженных сил Украины Николай Алищук сообщил, что более 650 российских крылатых ракет и 610 иранских дронов, начиная с сентября прошлого года, сбили наши вооруженные силы. Хочу вас вот о чем спросить. По его же информации, Украина уже получила от западных партнеров в такие зенитно-ракетные комплексы, как Нессамс, Аэристи, Краталь, Зенитные САУ, Гепард, и сейчас ждут получения Петриот и Сампти, что самое интересное. Расскажите, насколько сейчас закрыто наше небо, насколько действительно для России становятся дорогим вот эти вот массовые запуски, и вообще насколько они теперь, исходя из того, что мы получили, могут планировать вот эти террористические атаки с неба, насколько для них это оправдано? Воздушное пространство Украины на сегодняшний день по-прежнему закрыто недостаточно. Поэтому те достижения, которые мы можем сейчас видеть в нашей противовоздушной обороне, это фактически работа ее на пределе возможностей и даже больше, за границами этого предела возможностей. Постепенно, поступательно, но эффективность применения нашей ПВО растет, и сейчас мы можем говорить о среднестатистическом показателе эффективности, 85% и даже более. Но все зависит от той номенклатуры, которую использует противник ракетного вооружения, не только ракетного вооружения, пытаясь прорвать наше ПВО, и количество, конечно же. В перспективе новые комплексы в значительной степени усилят нашу ПВО и, соответственно, повысят эффективность. Например, если мы говорим о тех же самых ЗРК «Патриот» и «СМКТ», то мы говорим о ракетах, которые имеют более высокую эффективность противодействия баллистическим целям. И вот тут уже такие ракеты, как вот РК «Искандер», 9М723, 9М728 и даже Х-22, они, скажем так, если окажутся в зоне действия ЗРК «Патриот», поскольку все-таки есть радиус действия, если они оказываются в этом радиусе ЗРК «Патриот» или «СМКТ», то вероятность поражения цели у них будет намного-намного меньше, чем это было до, конечно же, введения в строй подобных комплексов у нас в Украине. Но, опять-таки, возвращаюсь и повторюсь, для полного закрытия всего воздушного пространства Украины или максимально доведения до такого состояния нам нужно значительно большее количество зенитно-ракетных комплексов данного типа, данного эшелона. Александр, от чего сейчас приходится Украине защищаться в первую очередь? И есть ли подтверждение информации не только из британских источников о том, что запас иранских дронов у России исчерпан? То, что вторая партия себя исчерпала как таковая, да, это мы можем подтвердить, потому что все достаточно просто. Каждая партия дронов «Шахет-131» и «136» составляет приблизительно 300-350 единиц. Фактически они уже их использовали за этот период. Поэтому они сейчас находятся либо в состоянии ожидания третьей партии от Ирана, а они ее получат, либо в состоянии уже получения этой партии и, соответственно, доработки данных дронов. Поскольку после получения данных дронов, они в обязательном порядке проводят процесс их доработки, а именно установка блока ГЛОНАСС, усиление боевой части посредством добавления кустарно, но все же осколочных элементов и так далее. Поэтому они могут находиться либо в первой, либо во второй фазе. Хочу вас спросить, Александр, про Беларусь. Если позволите, есть сообщение о том, что в общей сумме количество продлений белорусских учений уже составляет 44 недели. Белорусский Гаюн об этом сообщает. В Республике Беларусь улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне ее военной. Но и, как ранее, по мнению их аналитиков, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта. Что вы думаете о подготовке белорусов и их реальном способности открыть белорусский фронт уже в виде пехоты? Учитывая, кстати, что Лукашенко на прошлой неделе инициировал новый закон о народном ополчении Беларуси. В том составе, в котором они есть, открывать никакой второй фронт попросту белорусская армия не может. Это будет для них фактически мясорубкой. И про белорусскую армию мы буквально, ну где-то через недели-две уже можем даже и не вспоминать, если они пойдут, например, в наступление где-то там в болотах Полесья. С другой стороны, профессиональная составляющая. Ну то, что они постоянно находятся в состоянии учения, это не столько повышение их профессиональной составляющей. Хотя, откровенно говоря, сейчас вот именно качественная вот эта сторона постоянного периода учения, подготовки, она разительно отличается белорусской армии от российской. Потому что те подразделения, которые, например, даже приезжают в Беларусь на полигоны для повышения своих навыков и получения базовых каких-то знаний ведения боевых действий, приближенных, они куда более профессионально и качественно ниже, чем уже белорусская армия, которая целый год находится в этом постоянном круговороте учений. Ну потому что российская армия, это сейчас в основном мобилизировано. И вчера был бухгалтером, сегодня ты уже там танкист. Вот, пожалуйста, профессиональный военный с богатым опытом, назовем это так. Поэтому сейчас в основном и происходит процесс такого вот напряженного состояния на территории Беларуси, создание вот такого вот электролизующей атмосферы. Для чего? Для того, чтобы сковывать наши ресурсы, в первую очередь на Северном плацдарме, чтобы привлекать к себе это внимание. Ну, на 44 недели продлили, учения продлят еще на 44. Если, конечно, за следующие будущие 44 недели вообще война не закончится. А так, в целом, процесс будет неизменной. Вторжение со стороны Беларуси в данный момент не предвидится. Ударной группировки нет. Ее формирование, как таковое, также не наблюдается. Ну, да, учитывая, что и внутри самой Беларуси, судя по информации того же белорусского Гаюна, например, сами партизаны белорусские причастны к взрывам на аэродроме, который называется Мочулище. Объект, который атаковали, по их мнению, это российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а на него был сброшен некий предмет, после чего произошел пожар. Ну, да. Поэтому это точно не война белорусов. Я думаю, что это объективная оценка ситуации. Спасибо за нее в том числе. Спасибо большое, Александр Коваленко, военно-политический обозреватель из группы «Информационное сопротивление».